Ксения Саварцева Там вы можете найти короткие видеоролики Из некоторых моментов жизни птиц Небольшие макро-взарисовки Мой приоритет лежит именно в сторону птиц Потому что их проще всего снимать Потому что насекомых сложно определять И они достаточно, хоть и многочисленные Но не так простые в съемке, как это казалось бы на первый взгляд И мое увлечение фотографией птиц началось именно в самом начале Когда мне даже макро было интереснее Но в этот момент я поняла, что жизнь птиц более динамична Видимо, это меня больше и привлекло И на этом разделении, на этих двух дорогах Я выбрала именно ту, которая идет в сторону пернатых Я снимаю в нашем районе, потому что здесь живу, естественно И чаще всего снимаю именно то, что находится рядом с домом Так как я жил в селе Оксинино Вы можете увидеть его на заднем плане То и снимают чаще всего представители флоры и фауны Которые обитают именно тут И вы знаете, даже живя здесь около 4-5 лет Я умудряюсь сделать новое открытие Вот недавно, например, я сняла белую большую цаплю Конечно, как любому фотоохотнику Мне нравится больше снимать крупных, редких птиц Осторожных Но так происходит далеко не всегда Поэтому, по возможности, я еще стараюсь снимать наших Маленьких певчих представителей Каких-то невзрачных пташек Пытаюсь найти либо интересные моменты жизни Либо снять какую-то динамику и полет Самые интересные места для съемки птиц для меня Это стыки биотопов Например, опушка леса или берега рек Рек других водоемов, прудов, озер Особенно хороша съемка весной Когда мало травы Трава не заграживает вид Листьев еще так много нет Птичек легко обнаружить и легко снимать В моей жизни пока было не очень много достижений Из таких достаточно более ярких Это два момента, когда я заняла финал в выставке РГО И один раз, несмотря на то, что я снимаю не так уж и много макро Я попала в финал в макро-конкурсе Помимо этого я участвую в одной экспедиции в Дагестан И периодически провожу мастер-классы для детей Дошкольного и школьного возраста Когда появляется возможность Я рассказываю им о жизни птиц И занимаюсь небольшим эко-просвещением Также из последних лет Из небольших достижений Можно назвать то, что я посещала некоторые заповедники С целью фотосъемки Также потом делясь с ними полученным результатом Несколько лет назад у нас в Москве Организовался союз фотографов дикой природы Где-то в этот момент, почти сразу Я вступила в союз Конечно, сама как участник Я пока не очень сильно себя проявила Но надеюсь на дальнейшее сотрудничество Там есть очень интересные люди С которыми интересно общаться С ними можно делиться информацией Получать много нового опыта И находить то нужное взаимопонимание Которого нет с другими фотографами И также они поощряют и другие творческие порывы В виде видеосъемки Из техники у меня небольшой комплект Именно для съемки птиц Это в первую очередь Вот такой вот телевик, который лежит рядом Больше я, в принципе, ничем не пользуюсь Для съемки других сюжетов Я использую широкоугольный объектив Который сейчас стоит на фотоаппарате И у меня имеется один макрообъектив дома И один гелиус Старый советский объектив Если вы посмотрите на эту большую штуку Она может показаться вам достаточно солидной Большой и тяжелой На самом деле этот объектив Конечно позволяет снимать птиц Достаточно с близкого расстояния Но если снимать птицу на средних и дальних расстояниях Этого не очень хватает Потому что там начинается либо марева Либо картинка уже не такая резкая Он не такой большой, как может показаться Потому что на нем накручена бланда Который защищает главную линзу Весит он до 2 кг Вместе с аппаратом и с моноподом Получается около 3 кг с лишним Это не такой большой вес Как может показаться на первый взгляд И почему я использую основной монопод Потому что с ним легче передвигаться В последнее время я думаю Что я могу заняться видеосъемкой более плотно И начинаю потихонечку иногда использовать штатив И недавно подумала о приобретении петлички Потому что звук иногда хочется Чтобы был какой-то приятный И желательно без шума ветра Про концепцию канала я могу сказать Что она довольно проста Канал существует просто для того, чтобы быть Я его завела, чтобы делиться роликами Чтобы переписываться с людьми в комментариях Если кому-то будет интересно и познавать эту информацию Это замечательно Я всегда тегирую все видеоролики, которые выкладываю Поэтому их можно всегда найти в интернете По самым простым тегам Подписываю название птиц и другие детали Так почему же я снимаю птиц? Птиц очень легко найти Они выдают себя громкими трелями Шумом крыльев Они всегда издают какие-то звуки Когда двигаются И они не так пугливы, как какие-нибудь животные То есть к птицам можно подойти поближе Всегда можно найти гнезда птиц При этом желательно их не беспокоить И можно снять врачные игры птиц Которые очень красивы Ухаживание Из интересных роликов, которые можете увидеть меня на канале Это кормление женой птенцов Также там есть небольшая зимняя зарисовка Которая просто мне приятна В душе Как память И еще там есть забавные два ролика С малыми звуками Это одни из последних Планы на будущее остаются такими же Как и были в прошлом В принципе То есть это участие в конкурсах Участие и проведение выставок Проведение мастер-классов для детей Не только, можно и для взрослых Хотелось бы больше участвовать в экспедициях Особенно с какими-то известными в этой сфере людьми Посещать какие-то экспедиции в дальние края нашей Родины Потому что снимаю в основном в России И меня пока не влекут дальние страны безрубежья Хотелось также в дальнейшем продолжать работать с заповедниками Потому что это большой опыт Это общение с людьми, которые работают в этой системе Помогаешь им, они помогают тебе Можно добиться более четких и тонких результатов Надеюсь, что в будущем я буду более плотно работать с другими фотографами Именно в этой сфере Начну снимать больше видео Потому что эта тема действительно мне интересна Но, как вы знаете, видео это гораздо сложнее, чем фото Поэтому здесь расти, наверное, придется медленнее И больше во всем разбираться Хотела бы пожелать напоследок Удачи и успехов Особенно если вы занимаетесь чем-то подобным Чем и я Какими-то творческими реализациями себя Ходите больше на природу Любите ее, берегите Потому что человек на природе дыхает и душой, и телом И хотелось бы особенно уделить внимание тому Что мы без природы не проживем, к сожалению А она без нас, да Поэтому в первую очередь мы должны ее ценить и любить Всего хорошего До свидания Спасибо каналу Реальный Мир За возможность представить вот такую вот видеопрезентацию